Хороший вопрос был в конце загона, когда последний раз кто плакал, людей обманывают. Я постоянно плачу, когда вижу этот бессмертный полк. Людей оболванили по полной программе. Миллионы там, десятки, и идут они так тесно, друг дружки сплотились, подняли эти фотографии безбожных своих дедов и бабок, которые там погибли или может умерли уже, которые не знали Бога. А священники еще потворствуют этому, и патриарх, все, молитесь за всех, все, кто погиб, они все герои, они все достойны Царства Небесного. Как тут не наплакаться-то? Я вообще себя считаю, мы какие-то засланные, не знаю, в это время, непонятно с какого засланные, засланцы. Потому что еще где таких людей поискать, как у нас тут? Я не знаю, все так думают, как я, или как Игнать Игнатьевич. Но это самое, думаю, что этот патриотизм, он очень сильно влияет и на нашу общину. Уж когда бессмертный полк идет, то, наверное, подпрыгивают, как моя мама. Она там с этим портретом ходит постоянно, дедов. Так что... Так, я попрошу прочитать объявление одно. Внимательно послушайте, мне нужна ваша помощь. Объявление. Приглашаем родителей с детьми на летний отдых в православную деревню, основанную на русских православных благочестивых обычаях, в экологически чистом районе. Пребывание организовано на посильном труде и развивающих занятиях для детей и взрослых. Ежедневное купание по нескольку раз при благоприятной погоде. По воскресеньям катание на лодках, занятия по изучению Святой Библии, по святым отцам православной церкви. Есть храм и священник. Сбор ягод. А можно не говорить там? Дверь закройте и все. Не, не надо. А то пускай говорят. Сбор ягод, вечерние собрания у костра по пятницам, здоровое питание, проживание в домах. Примем любую семью с детьми, независимо от первой исповедания и национальности, при соответствии с вышеуказанным нравственным требованиям. Строгая дисциплина во всем. Требования к благочестивой одежде для всех. В этом году, 8 июля, там будет крещение готовых к тому в озере с полным троекратным погружением в воду. Бесплатно. Кто желает приехать и разрешено, тому выдаем путевки и маршрутку. Открытие заезда с 10 июня 2018 года. Без официального разрешения приезжать категорически запрещается. А это тем, кто хотел бы поселиться на постоянное жительство. Поселение. Восстанавливаемо с нуля уже 27 лет. 200 лет назад оно было основано. А затем исчезло на 20 лет в 1972 году. Поселяются те, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не кует, не сквернослой, не ворует. Для желающих же и поселиться предпочтение отдается молодым детьми. Есть храм, школа. Далее адрес. Дальше адреса. Значит, нужно, кто возьмет, где-то на ксеровце снимите. У меня уже возможности нету все это. И дальше размножить, и где-то расклеить, и по всем редакциям реза заслать. Я знаю, кто у меня сильно занимается этим. Сергей Павлович, я тебе положу одну. Так, возьми. Так, кто может помочь в этом деле заняться? От серока первой, там, ну сколько, хотя бы, там, 10-20, больше нет. Где-то приклеить, где там люди бывают. Вот, еще кто возьмет? Мне один, дайте, пожалуйста. Дай. У меня одна осталась. Так, Ваня, все, ты хочешь? Нет, я не могу ксерить, но я могу приклеить. Я на ксерию в следующем выходной принесу. Надо, чтобы так. Ну, кто может еще? Вот это все в интернете. Теперь, когда пойдете где-то в редакции, вам нужно принести флешку, и я скину, чтобы там они не печатали. Это сильно помогает, что сидеть, печатать, это тем более. Я не знаю, нежелательно загибать даже. Ну, как-то сохранить. У вас на флешке есть? В электронном варианте можете перестать? Конечно. Я когда скину, то в редакции вы придете и скажете, что у меня на флешке, они сразу скинули, и мне надо печатать. Ну, в заявлении там, купи, продай, город, Китай-город, или как называют. Купи. Китай-город. Китай-город. Ну, а болячников, я знаю, всех, да? Так, ну, конечно. Как-то еще, что-то еще так сказал. Буквально за слово сказать о боли. Помолитесь о том, о боли. Вы сказали, Китай-город. Чихай. Вчера было 40 дней о ее маме. Она позвонила. Опять болею. Я говорю, Оля, теперь уже выздороветь пора. Уже теперь все, болезни закончились, усталость закончилась. Ну, вот. Ну, хорошо меня Настя поддержала. Ты позавернулась. Я отдала ей трубочку. Она очень долго с ней беседовала. И она вроде, я приду в храм, а так и не пришла. Помолитесь о ней. Потому что состояние ее, ну, какое-то... Я говорю, ты не впадай ни в уныние, ни в отчаяние. Говорю, это не надо делать. Мама, сейчас у тебя там помощь. Ей нужна твоя молитвенная. Ты в церкви должна быть, а ты... Ну, вот так. Настя, я думала, вот Настя сама вот скажет. Она так сегодня хотела в церковь прийти. Ну, просто тяжело ей очень сидеть. Может быть, позвать ее, она сама скажет. В сенях лежит тихва, принесли. Кто не сказали, лежит сколько времени. Сейчас она. Никто, он попадает. Если нам, то я ее... Собирайте, и скоро уже сгниет. Принесли, положили, едят на кого. Тихва. Может, возьмете-ка тихву, кто-то принес. И где у вас, в нучке? Слушай, Настя, вот и все. В нучке вышла. Да, поведели. Помогите себе, помолись. Тихо. Благодарю вас, братья и сестры. Спасибо, что вы делали всей моей семье. Помню, как с самого начала, когда мы пришли, были проблемы. Вы о нас сразу заботились. Жиром и студентками были. Благодарю вас. И когда мы с Андреем познакомились, когда свадьба была. Как вы нас всегда поддерживали. Прошу прощения, что пришлось вам очень много за нас заботиться. По-моему, нет такой семьи, нашей общины, какой вы более заботились, чем о нас. Благодарю вас, что не оставляете нас сейчас. Это трудом испытания. И прошу всех прощения, если кого бегу. Простите меня, Христа ради. Ты нас прости. Благодарю всех. Всех, кто помогал. Сын Гаевой, кто может отдать вот это из-под хлеба? Она придет в следующий выходной. Ну, никого. Сын Гаевой, это Шукиной отдать. А, Шукиной. Шукина готовит там хлеб. Кто возьмется? Да, рядом. Ну, уже три недели, главное, сколько набилось? Бешков-то. Ну, кто может заехать или как? Андрей Шенебильный. Продержать, заберет. Да, Игорь потом отдадим, он рядом живет. Игорь, Игорь, привели. Не знаю, кто бы заехал. Ты знаешь, где она живет? Ну, можно взять. О, возьми. Пожалуйста, отдай. За три недели тут наборалось сумочек. Ну, наверное, все? Да, Галя? У меня небольшой отчет по тем поступлением пожертвований на лечение Насти Дробот. Погромче, маленько. Что закончилось? Небольшой отчет о поступлении пожертвований на лечение Насти Дробот. Вот с 15 апреля по 13 мая пришли перечисления от Андрея Сергеевича, Ксении Валерьевны, Дмитрия Николаевича и Игоря Евгеньевича. И также три перевода на телефон. Мне на телефон это неудобно, поскольку мне приходится свои наличные снимать, чтобы не платить за проценты за снятие наличных с телефонного счета. Мне это не очень удобно. Поэтому, пожалуйста, если кто-то расположен перечислять, перечисляйте на карту Сбербанка. Карта привязана к номеру телефона, к моему 8 906 968 63 06. Я вам лично и от имени Насти очень благодарна. Эта помощь очень ценна для нее, поскольку лечение, Виктор Андреевич знает, сколько это стоит, это очень дорого. Спасибо, Христос. Низкий поклон. Настя помолится о вас. Я о потеряхте хотел сказать немного. Володя там Пащенко уехал и снимал. Мы купили новый там аппарат. Он как батюшкин теперь наберет. И все пруды снял. Они очень довольны, что второй мостик проезжает. Теперь проезжать туда. Все туда могут теперь ездить-то. Но шлюз они наш разобрали маленько и теперь промыло ниже. я говорю, все туда поднять надо. Нам не вода нужна, нам, чтобы дорога была. Я говорю, здорово живешь. Лишняя рыба не там. Но самое главное Рыжковский. Вода встала под короб, промыла и там огромная. И когда сказал батюшка, я говорю, ну что же вы так? Да что ты там, да тут некому каждый. Я говорю, батюшка, в прошлом году так же говорили. Я приехал, один пошел туда, Володю потом взял. До обеда мы сделали, а у вас вода утекала. А потом, когда по-настоящему делать, тогда всем народом, тогда мы придем и там мы до обеда работали. И сейчас точно так же. Я пишу там, телеграммы, передай, Лена там, нарисовал план, как делать. Вот как она, где прорыв, вот такой вот, допустим, вот такой прорыв. Вот так снаружи, откуда вода течет, чуть подальше, на метр дальше, и вот так полукругом, и там на метр дальше. Забить кольня. Если они с метров 70, тогда прямо в самом это корыте, где течет, корыту убрать, конечно, тоже поставить. И внутри с сеном забить, пломба, и вот не пройдет вода. Я тут трясусь буквально, ну охота задержать-то. Там такая рыба водилась. Батюшка, да вот кто там будет, да некогда. Володю Господь тронул сердце. Он взял Васю. Я не знаю, где он здесь. В коридоре. Нет, в коридоре. Благодаря Еге, Василию Николаевичу. И сделали это. На тележке повезли. На тележке. На что на тележке-то вывезешь там такая вот. И все сделали. Вот он, Василий Николаевич. Спаси Христос, что ты работал там с этим, с Володей-то. Нарышковский пруд отвезли там, сделали пломбу-то. А тут Алексей проезжал у Стена, пьяк его как раз, приходил. А Алексей интересную мысль подал. Вот держит много свиней, там другое. Надо высшего качества давать. И тогда цена будет раза три дороже, и люди богатые свободно дают. И он сбывать ездит в Новосибирск, там, друзья. Я говорю, надо больше, так это поближе. Ну, ладно. Но главное, что запломбировали. А вода будет поднимать, ну, маленько повыше там подложите. Я приеду, мы сразу начнем. С Игорем-то, Борошом стены подвезет. Вокруг объедет, столкнет куном землю, и все, долбить мы сделаем. И сделаем в следующий раз проход, там, где, там дальше идет кверху, так как бы, земля кверху. Дальше, где она соединяется, чтобы она была целая. А тут и насыпано, она ее вымыла, а там она не вымоет так. Лето еще засеет травой. Вот. Какая забота. Прости, Христос. Да, да. Геннадий Тигревич, так рассказывает, никто ничего не понимает, какие, куда, солома. Я вот ничего не поняла. Но самое главное, сама нам забить, забить вот. Здесь одна оградка, здесь другая, Межилоградку забить. Еще спроси что-нибудь, давай. Я про другое. Я про Настю. Я сказала, что... Вопросов нету, что ли. Что ее семьей больше всех занимались. Я вот вспомнила, у нас вот сестра однажды здесь вот встала и говорит, она пошла и хотела помощь оказать. Ну, что-то там она то ли спекла, то ли что. И говорит, пойду я возле храма всегда видела сидят. Ну, не какие алкаши, а вот, ну, нуждающиеся какие-то там помогу, дам, а никого нет. Я, говорит, ходила-ходила и, говорит, как мне слезы пробили, говорит, я никому не могла оказать эту помощь. Я уже настроилась помощь оказать, а оказать никому не могла. Поэтому, это так Господь Настя делает, что ваша семья, она все время нуждается. Это нам повод молиться, помогать, собирать деньги и все остальное. Вот эти все испытания, это хорошо, что у нас есть. Это не абуза, не думай, что вот мы вот, что ты для нас абуза. Это нам тоже надо. Это тоже надо. Кому эту милость не оказывать и все остальное. Потому что, когда вот будут времена такие, когда захочешь помочь, а некому будет. Спасибо, Христос. Ну, Настя, по твоему характеру, ты же такая непримиримая девушка. Так, еще один вестик, кто возьмет? Хочу поблагодарить Игнатия Тихоновича за эту проповедь, которую сегодня он посвятил. Подобного характера на кассетах записано, и мы их слушаем. Это было 29.09, то есть в сентябре, суббота, после воздвижения, 2007 год, 11 лет назад. Проповедь именно такого же характера. Простите меня, я многим подаю соблазн. Я еще и засыпаю. Бывает такое. Только сел, все, уснул. Помолитесь обо мне, о моих детках, которых давно мы здесь не видим, но они в других местах находятся. Помолитесь о Крестной, о Келины. Это Сокольских, Елена Валерьевна. Давно мы ее здесь не видим. Я очень переживаю за этот вопрос, чтобы не отпала душа, ведь она так обратилась. 12 лет покрестили ее, пошла к Богу, Господу Иисусу Христу, и вот сейчас мир ее может поглотить. Поэтому простите меня, что я обращаю ваше внимание на себя, а мне помолиться, чтобы совсем не уснуть в этом труде, в котором я сейчас нахожусь, все перед Господом. И об этом человеке, который тоже не безразличен нам, Елена Валерьевна Сокольских. Спасибо, Господи. Благодарю за это. Спасибо, Господи. Доброе утро. Вот эти объявления покажите, что нужно помочь расклеить. Приглашаем на занятия по изучению Библии, по толкованию святых отцов Православной Церкви по адресу. Город Барнауллица, Гурналтайская, дом 21, квартира 355. Каждую пятницу, среду и воскресенье с 18.00 до 19.30. На занятиях возможно присутствовать и в интернете. Скайп Пупков Сергей 1. Здесь же ведется подготовка к истинному крещению в озере с полным троекратным погружением в воду. Телефон 250638-8-905-084-5. Нужна помощь в расклейке. Кто, сестры, на пенсии, пожалуйста, на подъездах о расклейте. На дом приглашать, это очень опасно, Сергей. Очень опасно. Такие люди придут, что... У него там собаки. Собаки в клетках, они ничего не сделают. А Людмила Степанова ничего не сделают. Я не советую к себе домой, именно в интернете только. Я просто чувствую, какая может быть большая неприятность. Адрес замазать? Никто все равно не приезжает. Так что не переживайте. Людмила Степановна не звонила? Нет, не звонила. Но вчера она была. Дерегаева звонила, у нее коленки разболелись, она сегодня не придет. Она утром позвонила, Татьяна Александровна. Людмила Степановна, не надо позвонить, спросить, что такое, что-то случилось. Позвоните, не забудьте. Борина Дубунова тоже заболела. Болеет простыла, да. Болеет Борина Дубунова. Еще о ком не вспомнили, о болящих, о нуждающихся нашей помощи. Занятия объявляются? Занятия сегодня, значит, еще будет трапеза, занятия и в 6 часов по интернету Сергея Павловича занятия. Благодарим Бога. Благодарим Бога. Ты же чистая, красный вся Богородица, о восстании Рождества Твоего. Отец наш Небесный, мы пристали перед Твоим величием и спросить Твоего благословения на остаток нашей жизни. Как многое Ты нам открыл, предупредил, послал свидетелей Твоих, и Слово Твое достигло нас на родном языке. Воздай им в вечности, сделавшим доступным волю Твою для нас. Хвала Тебе. И распусти нас миром, помоги исполнить то, что заповедаешь Ты Духом Святым. А Тебе добудет хвала и слава и через нас во веки веков. Аминь. Аминь. И прими, дивный наш Создатель, нашу молитву о всех, западавших на молитве о них, посети болящих. Сохрани их, Господи, для царствия Твоего, Сергея, Анастасия, Татьяна и всех поминаемых нами. Тебе Боже слава и хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, Владыка, говори, слушай ты, да слышит раб Твой. Аминь. Аминь. А слава Божьему. Соси Христу. Соси Христу. Соси Христу. Кто детям? Забери.